Чем Лукашенко порадовал своих? Какие его мары кинули еще в икон в чиновники? И что белорусские спецслужбы забыли еще на лекции в интернете? Витаемся, бры! Это наша Нива, и сейчас мы все вам расскажем. Что год Лукашенко раздает премии за духовное адраджение? Отремливают их, само собой, у разного роду номенклатурные дейчи. Так отбыло еще лета. А лишь несколько именов в этом списке выкликают особливую цикавость. Так специальную премию для дейчоу культуры Лукашенко выписал свою женевеццы. Это женка его среднего сына Дмитрия, которая теперь пишет песни под псевдонимом Ганна Сялук. Кроме того, именно под псевдонимом она и фигурует в списке лауреатов. Сялук – авторка таких шедевров, как ГИН прокуратуры и песен с назвами «Бульба Дэнс» и «Ах Александр». Как и «Александр» мается на уваже, вы, напевно, и сами разумеете. Специальную премию отримала и Ганна Эйсмант. Номинально ведущая БТ, а на справе же так само женщина с цикавыми и непростыми свояками. Ганна – сестра пропагандиста и коровника БТ Ивана Эйсмонта. Женка Ивана и, ответственно, за локоть операшней лауреатки – Наталья Эйсмант. Лукашенковская пресс-секретарка. Вот такая премия, скажем так, для самых близких. Причем и Наталья и Ганна Эйсмант были зауважны на площади пирамид в ночь сбития Романа Бондаренко. Они срезали там бел-червоно-белые стушки. Теперь же радуются лукашенковским премиям. Так само Лукашенко узнагородзил организатору феста «Батькова Булка» в Свислочи, который выглядит вот так. З'явился фест с подачи самого Лукашенки, как вы могли уже догадаться по его ненеглой назве. Но и это не еще. Так само премию за духовное отражение отримал и Могилевский областный центр народной творчества и культурно-осветной работы. Его узнагородзили за проведение фестиваля «Александрыя, сбирающая броу», который проходит на малой родине Лукашенки. Тобук, вдумайтесь, увезцы Лукашенки по инициативе Лукашенки зладили свято, якое придумал Лукашенка, и после отримали за это от Лукашенки премию. Кстати, если вам интересно, сколько платить за любовь до Лукашенки, то сумма по белорусских мерках великая, но не гигантская. Докладные по мер премии не обучиваются, но ранее я наскладала 350 базовых величин. Сегодня это около 13 тысяч рублей, а теперь — 4 тысячи доляров. Привет от КДБ. Есть такая белорусская инициатива под названием «Вольный университет». Ее удельники ладят лекции на темы политики, державного кирования и экономики. Частка лекций проходит онлайн и поудельничать можно любые охватные. И теперь, подчас онлайн занятку до эфиру «Вольного университета» подключился представник белорусского КДБ Константин Бычек. И он пополохал удельников и пафосно заявил, что еще под контролем КДБ. После чего отключился. Цаперже лукашенковская пропаганда разгоняет гэта як ледь неподвих спецслужбам и черговое свечене про их долгие руки. Вот только не зрозумела чему. Бо, по-перше, той «Вольный университет» не признаны уладами экстремистским формированием, да и в уголе нияк не заборонены. А по-друге, спасылку на лекцию можа отрымать любых, ниякой секретности там нема. Тому одиное, что доказал КДБшник, что умеет корыстацца программой для онлайн-конференций. С этим мы его и веншуем. Лукашенко сказал «Хочу», его чиновники сказали «Зробим». У Лукашенко последним часом заявилась новая мара – побудовать в Беларуси другую атомную электростанцию. У першиню он заговорил про такое еще перед полновартосным запуском Островецкой АЭС. И аргументы тут простые – застали еще гроши от российского кредита. Место так само уже проглядели – это пляцовка Могилевской области. Тому Лукашенко все частей и частей заговорил про новую станцию на своих нарадах с чиновниками. Сегодня я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Правда, коли белорусские чиновники мучки кивают и погаджаются, то россияне, які допомагали будовать и запускать Островецкую АЭС, трохи Лукашенко приземляют. У российских Минэнерго уже выказались, что ставится до такой лукашенковской мары, цитата, «стрымана и застерожностью». Да також и белорусский Минэнерго неохвотно признает. Электроэнергия теперь выпрацовывается аж за шмат для Беларуси. Першопочатково плановалось лишь экспортовать за мяжу, а лишь потенциальные рынки сбыту теперь закрылись по вядомых причинах. Правда, Лукашенко это все ж не стремливая, и теперь стало вядомо, что белорусская Минэнерго разглядая пытание будовництва другой атомной станции. Это уже официально подтвердил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Он сподяется, что в будущем вырастет популярность электромобилев. А так само, махчыма, электроэнергию будут выкористовывать для отяпления жилых домов. Четвертый выпадок за два дни. Снова снег упал на головы людям. На этот раз снова у Гомели. Потерпели две девчонки 10 и 11 годов. Молодшую, увы, никуда поклали в больницу. Теперь в справе разбираются следшие. По факту здарения завели криминалку за службовую халатность. Если знуйдут виноватого, то его могут посадить аж на 6 годов. Тут нагадаем, что днями аналогичные выпадки отбыли еще у тым же Гомели, а так само у Магилеве и Витебску. Прычым у Витебску жанчина, на якую упал снег зы льдом, загинула на местцы. Добрая история. У Полоцким районе, непадалек от вёске Рудня, выратывали лащаня. Жывела провалилась под лед и провела у холодной воде больше за 2 годины. На счастье, мохнатого потерпелого зауважили поляунничые. Люди смогли вытягнуть лащаня на берег, а пасляя ше истаранно растерли ягона пэуна, кап трохи сагрэвся. Жывела настолько спалохалася, что спачатку навык не зразумела, что у счет добра и не хотела сходить от своих ратовальников. Силовики скалечили беларуса. Сдагадайтесь, а что рашил суд? Жыхара Карменского района у початку Липеня затрымливала милиция. Причины и обставины неведомые, але супрацовник милиции мощно выкручивал ему правую руку и увынику пошкодил плячо. Мужчина так и не окрыял от травмы и увынику падал на милицию в суд. Моглял, теперь он не может нормально працовать, тому просить компенсацию у 4 тысячи рублёв. Як сформуливал сам потерпелый мужчина, цитата, милициянт скалечил ему житё. На суде человек, який проводил тое затрымание, заявил, что он ни у чим не виноватый, маулял, дейничал у рамках продоставленных законом полномодствов. Суд так само стал на бок человека. Увынику падалевание скалеченого мужчины отхилили. Але их это ясша не усё. Потерпелый не только заставший безгрошовой компенсации, але теперь он и сам мучит заплатить, бо на его лягла оплата пошлины за суд. Гэта 111 беларуских рублёв. Лукашенко падпісаў закон, якім абурыліся нават яго кішэнныя дэпутаты. Гаворка пра зміны ў соціальным абслуговувані і соціальных выплатах. Калі коротка, то Лукашенко увеў ліцензавання сацпаслух, а так само зміниў крытэриі для людзі, якія на такі паслухі прэтэндуюць. Напрыклад, цяпер біспрацую ё прычынай ўжо не лічыцца. Так само не лічыцца прычынай наявнаць дзетёнка з асабліваццями психофізічнага развіцця, калі і на яго не афармілі інваліднаць. А крамя таго, дамы інтернаты вырышылі пераназваць. Цяпер гэта будуть соціальныя пансіанаты. Прычын трапіць ў іх будзе складані. Чыновнікі будуть намагацца каб чалавеку, якому патрабуюцца дапамога, яе, на колькі махчыма прадостаўлялі надомна. Тобак ў пансіанаты будуть отправляць ўжо ў зусім крайніх выпадках. Ну і так само большыць беларусов цяпер будуть отрымліваць пенсіі і выплаты не праспошту, а прасбанкі. Пошта будзе приносіць гроші толькі жіхарам вёсак, людзім старайшым за 70 гадав і тым, хто мая інваліднаць. Раней гэты закон выклікаў незадаволінаць нават ў максимальна лояльных да Лукашэнкі депутатов. Сумнівы выказывала нават Лілія Ананіш, былая міністарка інформацій, якая цяпер засадаў ў абсалютна праўладным саюзе жанчын. А леш, як бачым, гэта недапамагло. Репрэсії пратягваюцца. У Гродні пачаўся суд над айтишнікам Сергеем Новгородскім. Мушына раней жыў ў Польшы і Германіі, выяхаў за мяжу задоўга да протэстаў, яшэ ў 2015 годзе. Цяпер жа раптам ён аказаўся ў Беларусі, да яшэ і на лаве падсудных. Прычым абвіновачуванні вельмі сур'ёзнае. Новгородскага віновацець ў здрадзе дзержаве. Паседжыня зарабілі закрытым, таму падрабязнаці справы, пакуль так сама застаюцца таямніцей. Цяпер мы спрабоем высветліць, калі і чаму Новгородскі вернуўся ў Беларусь і ў яких ягодзеянях человікі ўбачылі настолька сур'ёзнае злачынства. Хитры план не спрацавал. У Быхавскім районі п'яны Кироўца збіў на вязковай дарозе пажылога мушшыну. Патярпелый памёр на месцы, аля Кироўца не став выклікаць худкую цідаі. Замес гэтага прыдумав вось такую схэму. Мушшына загнаў сваю машыну ў лес, падпаліў яе, а затым сам пазваніў ў мелицію. Ён расказаў, што машыну не быта скралі, і цяпер ён, не ведая, дзе яна знаходзіца. Вось толькі гэта не пракатіла. Мелиція разабралася ў сітуаціі і на Кироўцу завіли крымінальну ў справу за аварую, якая прывяла до гібілі чалавека. Цяпер ёму пагражаў да п'яці гадоў зняволіня. А крэдытныя аферысты пратягваўць не толькі вытягваўць грошы з беларусов, але і падбухторваўць іх на диверсії. Цяпер ахвяраў финансовых махляроў стал маладыжы Хармінскага района. Яму паталіфановалі ў мэсэнджары невядомыя, які працтавіліся супрацовніками нацбанка і следшага камітэта. Хлопцу расказалі, што злачынцы нібыта аформілі на яго імя крэдыт, а каб іх рассакрыцець, яму самому неабходна паудзельнішаць ў спецапіраціі. Патрабаванні юнака нінастяружылі. Ён пакорлива адправівся ў банк, набраў там крэдытав і піравеў ашуканцам каля пятнадцати тысіў рублёв. Затым пачаўся цыр. Хлопцу загадалі абліць несумнэнных супрацовнікаў банка зялёнкай, мауляў кап тым самым даць сігнал сіловікам да затрымання. Юнак гэта выканаў, паўля чаго саправды прайшло затрымання. Правда, скруцілі не банкавскіх служачых, а самаго хлопца. Цяпер яго падобна чакаюць не толькі фінансавыя праблемы, бо выходку з зялёнкай могуць кваліфіковаць як хуліганцва, а гэта значаць крыміналка і суд. Ось такі новини щі рады. Падписываўчіся на канал, ставте лайкі альбо дизлайкі і выказываўчі своя зауваўю в коментарах. І, конечно, читайте нашу Ниву, глядзіте нашу Ниву і любіця Беларусь. Сустрэнімся завтра.